В набережных Челнах продолжаются проверки газового оборудования в жилых домах, но нередко под видом специалистов в квартиры стучатся псевдомастера, которые предлагают приобрести различные приборы, якобы помогающие предотвратить несчастные случаи. Как не стать жертвой мошенников и отличить оригинал от подделки, нам расскажет гость программы «Челны-24», генеральный директор компании «Волга-Промгаз» Олег Николаев. Олег Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос, который волнует многих челнинцев, как все-таки отличить лжегазовиков от настоящих специалистов? В специализированные компании ходят все в специальной одежде с надписью, с удостоверениями. И «Челны-24» и «Волга-Промгаз» мы извещаем жителей о том, что будем проходить так вот числа, такие проверки. Ну, конечно, мошенники тоже могут сделать, да. Специалисты нашей компании, либо «Челны-24» никогда не предлагают ничего купить, поменять на месте. У нас это все работает по заявке. Заявки все регистрируются, ведется запись заявок. Какие услуги предоставляют «Волга-Промгаз» и «Челны-Газ»? Подземные экзопроводы. Находится в зоне ответственности «Челны-Газа». От задвижки подземного экзопровода, то шланга газовой плиты. То есть кран сегодня, с декабря 2018 года, тоже входит в нашу зону ответственности. Мы отвечаем за их состояние, за, значит, содержание. Это и покраска, и устранение утечек. Получается, «Волга-Промгаз» отвечает за все оборудование вплоть до газового крана, а плита и шланг – это уже в компетенции «Челны-Газа». Да, совершенно верно. Бывает ли такое, что из-за лжегазовиков ваших специалистов не допускают в квартиры? Да, конечно, это большая проблема на сегодняшний день у нас в городе. Ежедневно проводим объезды по квартирам, но процент попадания в квартиры очень мал на сегодняшний день. Процентов 30 мы попадаем в квартиры, где можем провести осмотр и обследование. Большое количество непопаданий – это, конечно, и отсутствие жильцов на месте, но и большое количество это не впускает в квартиру. Вернемся к лжегазовикам. Они часто предлагают приобрести у них газоанализаторы. Есть ли вообще необходимость в таких приборах жителям? В чем их польза? Необходимости нет. У нас все бригады имеют в наличии газоанализаторы. Он показывает наличие газа в помещении. Запах газа можно также легко почувствовать, поэтому главное все вовремя предпринять. Что может привести к взрыву бытового газа или отравлению людей? К взрыву бытового газа может привести даже включение холодильника, то есть как бы малейшие сотрясения при накопившемся. Но для этого должно быть определенной плотности скопления газа. Нежелательно до этого доводить, нужно своевременно проводить диагностирование. И вот всем жителям все-таки хотелось бы сказать, даже если два раза зайдут специалисты челны газа и Волга промгаза, я думаю, от этого хуже не будет. Не каждый же может понять, исправен у тебя кран, шланг, плита. Все равно на это должны смотреть специалисты своим взглядом. Очень многие привлекают своих знакомых каких-то поменять шланг, передвинуть газовую плиту, еще что-то. То есть тоже категорически нельзя это делать. Обязательно нужно обращаться в специализированную организацию, приедут специалисты, сделают, поправят все как нужно. В случае утечки газа, кому нужно обратиться жителям? К Волга промгазу или челны газу? Аварийные службы взаимодействуют. Куда бы ни позвонили, в Волга промгаз, либо в челны газ, приедут обе службы, и мы, и челны газ. И в чьей зоне ответственности будет находиться утечка, те и выполняют работу. Не нужно бояться прихода газовых служб. Нужно им двери открывать. У нас аварийные службы укомплектованы не только специалистами, там, слесарей газовик 5-го разряда, да. Они все прошли у нас обучение в Москве. Они все профессиональные спасатели. У них у каждого есть удостоверение профессионального спасателя. Они знают, как действовать в сложных ситуациях, и знают, как устранить через данное происшествие, и как оказать первую помощь человеку. Олег Юрьевич, спасибо за беседу и что посетили нашу студию. Спасибо вам за приглашение. А я напомню, сегодня в гостях у нас был генеральный директор компании «Волга Промгаз» Олег Николаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова